Утро на Болткоме 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 Если мы посмотрим, даже такие страны, как Франция, где есть локдаун на передвижение, там магазины и кафе, рестораны работают без ограничений. И мы тоже считаем, кстати, что рестораны, кафе тоже должны быть открыты. Но сегодня непонятно, почему домашнее хозяйство не может покушать в ресторане, если оно может покушать дома. Непонятно, почему после прогулки на свежем воздухе, который сейчас очень практикуется, особенно выходные, почему нельзя зайти в кафе, выпить кофе и хотя бы сходить в туалет, извините за предложение. Но тоже это одна из услуг, которая предоставляла общественное питание, что ты можешь спокойно и цивилизованно отдохнуть или передохнуть. Поэтому мы обратились к государству с требованием, чтобы была восстановлена нормальная торговля в субботу. Если государство считает, что надо в воскресенье передохнуть, мы согласны, что в воскресенье не продается... И столько хотя бы субботу вернуть. Ну, на сегодня получается как, что во все рабочие дни вы стеснуты, после работы вы должны сбегать куда-то в магазин, быстренько успеть купить, а пятница вообще обвал. Получается, что там закупки у нас превысили даже 50%. И что мы видим, если мы посмотрим алкогольную группу, там вообще ужас. В пятницу там 300%, вчера опять был обвал, потому что после двух выходных народ опять рванул в магазины и выкупил... Ну, акционный алкоголь весь был выкуплен за прошлый день. Ну, вот как раз сеть заполнили фотографии, которые были очень наглядными, когда большие очереди выстраивались к кассам алкогольных магазинов. И вот спрашивали люди, так что за абсурд? То есть получается, что все равно люди толпятся вот в этой очереди и не соблюдают дистанцию, потому что они боятся, ну, чтобы кто-то не влез там перед ними. То тем самым, ну, весь этот эффект. Ну, то есть, как нам объясняют, чтобы не было вечеринок, не было чего-то там запрещенного. Но, тем не менее, вот получается, что люди, наоборот, не соблюдают дистанцию. Ну, конечно, потому что государство сжало в короткий срок то, что можно было спокойненько распределить и создало не нужный ажиотаж. Но это еще хуже, чем... Лучше, когда, чем, ну, как можно больше торговли работает, можно спокойно купить все, что необходимо, есть дистанция, нету спешки. А так, когда зажимаешь, конечно, это больше риск и для здоровья, во-первых, дистанционное несоблюдение. Я сейчас уже вижу на улице, вчера прошелся, что и в магазинах люди кучкуются без масок, потому что очень ограничено внутри помещение количество людей. Хотя, ну, нормально, у нас в четвертом красном сценарии правительство в ноябре прописало 4 квадратных метра. На сегодня у нас 15 квадратных метров, которые, ну, с точки зрения эпидемиологов, ну, лишние. Ну, хорошо, государство хочет, пусть будет так, но людям стоять на улице, в холоде, ну, еще дождей нету на сегодня, да? Да. Сегодня погода хорошая, но все-таки это неправильно. Да, если можно, вот я вас все-таки попрошу чуть-чуть поближе к микрофону, потому что не так хорошо слышно, но... А что вы думаете по поводу запрета на вот промышленные продажи, на промышленные товары в больших универмагах? Потому что, получается, абсурдная ситуация, человек приехал за продуктами, ну, на выходных, и, ну, стиральный порошок, не знаю, носки там еще, ну, есть какие-то группы товаров, которые он бы мог сразу купить. Получается, абсурдная ситуация, ему нужно помимо выходного в рабочий день совершить еще одну поездку в большой магазин для того, чтобы все это приобрести. Получается, что только лишнее посещение. Не только в большой или в маленьких магазинах, очень, ну, эти ограничения по ассортименту, ну, это тоже какая-то глупость. Если человек уже вышел в магазин, дайте ему купить все то, что ему надо. Тем более, что был запрет на очень много таких предметов повседневной необходимости. Там, на себе, скажем, брикеты, если тебе закончилось, ты не можешь топить дома. Там лампочка прогорела, тоже не можешь купить. Например, чулки или женщинам колготки, почему-то, скажем, шампунь можно купить, а лак для волос или там краску для волос нельзя. Ну, такое полное бюрократическое непонятное ограничение. Мы считали, что если уже ставишь, тогда, говоришь, все там товары гигиены и первые необходимости, и не надо ограничивать сортимент, что вот эту позицию можно, это нельзя. Скажем, спички зажигалки, почему нельзя купить? Свечу, почему нельзя купить? Цветы. Ну, такое непонятное ограничение. То есть, не непонятное, а не просто нелогические. Правительство хочет показать, что оно что-то делает. Но главная задача правительства – это восстановить нормальное здравоохранение. Все-таки у нас уровень заболеваемости сегодня один из самых низких процентов при Балтике по сравнению с соседями. А в то же самое время говорят, что система не может потянуть больных. Значит, надо было и надо сейчас развивать мощность. Надо решать это. Вот вы уже сказали о том, что магазины являются одним из самых безопасных мест. И, кстати, это подтверждал вот в интервью и господин Перевозчиков, когда он называл вот самые места, где наибольшее количество заражений. И, в принципе, вот кафе, рестораны и магазины, они были в самом уже внизу списка, где люди могли подхватить этот вирус. Вот все-таки почему на магазины и торговые центры вот так вот пала такая суровая кара? Потому что пока вот еще были там незакрыты, не знаю, книжные магазины, еще какие-то там небольшие позиции, сейчас выглядят довольно пугающе. Вот большие торговые центры, где работают только продуктовые какие-то отделы. То есть это вот ощущение какого-то такого, не знаю, фильма ужасов американского. Потому что вот насколько эти большие торговые центры, которым нужно отапливать, там платить за аренду, условно говоря, там, ну, этим арендаторам, магазинам, они могут закрываться. Ну, получается, если они будут находиться в невыгодных условиях, они будут уходить с рынка. И это, опять-таки, приведет к большим экономическим потерям. Да, но мы уже на сегодня видим, что государственный долг вырос на 2 миллиарда. Непонятно, конечно, куда эти деньги вложены. Потому что, например, мы уже весной говорили, что надо дать поддержку арендаторам в тех торговых центрах, где закрыты магазины. И в нормальных странах есть доплата. Если арендатор дает скидку, скажем, 20%, тогда и государство доплачивает такую же скидку, какую дает арендатор. Но сейчас Министерство экономики наконец-то в конце года решило создать рабочую группу, чтобы обсудить этот вопрос. Но это необходимо, ведь понятно, что торговец не может обойтись без площади. Ему или надо там дальше работать, или тогда надо сказать, что ты не сможешь работать, мы тебе доплату не дадим, работать не дадим. Так что уже сам решай, как быть дальше. Ну, самая, конечно, плохая ситуация в этом смысле с общепитом. Ну, или ресторану, кафе дают работать, и он может выжить, или нет. Мы же вспомним, что в начале года общепит только 9% предприятия получило поддержку. Я не знаю, сколько в этом периоде получат, но все равно эта поддержка не компенсирует ни там содержание помещений, тем более сейчас зима, надо отапливать, это большая позиция расходов. Думаю, все радиослушатели знают, какую часть в их счетах составляет отопление. То же самое у предприятия. То есть получается, что вот эта подвешенность, непонятность, что будет дальше, это одна из главных таких проблем, с которой сталкиваются предприниматели, предприниматели, потому что они не могут планировать свое будущее. Да, конечно. И надо тоже учесть, что посол по ковиду при Всемирной организации здравоохранения указал Европе, что надо сбалансировать здравоохранение и экономику. Там, где, возможно, надо сохранить экономику. Если мы видим, что торговля – безопасная сфера, и она такая есть, тогда не надо ее ограничивать. Надо ограничивать там, где самые большие риски заболевания. И вот это, как сказать, кучкование. Ну и для этого, наконец-то, правительство решило, что ограничить количество людей, которые могут кучковаться в публичных местах. И это правильный шаг. Надо смотреть, где люди заболевают, и с теми моментами решать. Ну вот, как там было, например, что из 12 разных домашних хозяйств собрались люди вместе, без массы. Конечно, это довольно большой риск, что если кто-то заболел или имел стыкность с вирусом, то сразу распространится на 12 домашних хозяйств. С другой стороны, вот мы видим какую-то, мне кажется, недостаточную коммуникацию между правительством и обществом, поскольку никто не объясняет логику вот этих ограничений, никто не… ну как бы мы не чувствуем, что вот кроме запретов есть какая-то, ну какая-то коммуникация с обществом. Во всяком случае, есть и раздражающие, например, факты, когда мы видим фотографии тех же самых политиков, там без масок, в общественных местах сделаны. И получается так, что люди, которые, ну, сами создают законы, запрещающие что-то, эти законы игнорируют. Вот это, ну, такой вот раздражающий фактор тоже, наверное, имеет какой-то вот для общества негативный оттенок. Конечно, ну, я считаю, что министры должны рассказывать, почему что вводится, и объяснять логику этого. Но сегодня понятно, что система здравоохранения у нас запущена, и за этот год не было особенных сдвигов сделано, чтобы обеспечить более мощную, так сказать, подготовку к лечению вируса. Понятно, что это будет и в следующем году, и нельзя останавливаться на том, что сегодня сделано. И надо объяснить, что все ограничения мы вводим, потому что мы, у нас слабое здравоохранение, честно скажем. Но это никто министр отраслевого не хочет признать. Исходя второе тогда, надо объяснить, где риски заболеваний, показывать это честно, и тогда и говорить, вот тут у нас самый большой риск, вот это будем ограничивать. А сейчас идут по какому-то отраслевому принципу. Давайте каждому министерству предлагайте, что как ограничить. Не потому, что риск у вас большой, но так как, когда бюджет автоматически сокращает, всем говорят, вне зависимости от того, у тебя большой или маленький, всем надо сократить на 5%. И тогда режут и там, где не надо резать. Напомню нашим слушателям на прямой связи с радиостанцией «Болтком» глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрих Данусевич. Вы можете звонить, задавать вопросы 67212-93.9, 67213-93.9, также писать нам в WhatsApp 2-300-6191. Вот еще одна тоже сложная, наверное, проблема – это коммуникация работников торговли с людьми. Мы видим, что психологи все говорят о том, что по сравнению, скажем, с весенним локдауном выросла какая-то агрессивность в обществе. И, в принципе, ну вот если весной все, ну, скажем, ждали, думали, что это будет, ну, один-два месяца, которые можно будет перетерпеть, и вот за этот год накопилась очень сильная какая-то такая вот, ну, агрессия, которая выливается и в семьях, и в то же время вот в торговых всевозможных местах, поскольку работники торговли вынуждены постоянно напоминать о необходимости носить маску, о том, что без маски не будут обслуживать. А многие люди, ну, срываются и срывают, может быть, какую-то свою агрессию, злость на вот как раз работников торговли. Об этом тоже вот начали сейчас писать, и вот во многих социальных сетях есть, ну, возмущенные, ну, как бы такие крики о помощи людей, которые работают в торговле, и говорят, что они сталкиваются с ежедневным проявлением хамства, неуважения людей. Ну, то есть они чувствуют, что на них срываются люди за то, что они должны напоминать постоянно, что вы должны носить маску, мы вас не обслужим без маски. Да, ну, я думаю, здесь более глубокая причина, потому что люди на сегодня в основном коммуницируют или в семье, те, которые запуганы, или те, которые еще в рабочих коллективах или с друзьями коммуницируют, но все равно этот круг общения намного меньше. И так как правительство принимает решения, не объясняя их, и это ухудшает у большинства людей условия жизни, конечно, им где-то хочется выплеснуть. И так как правительство не предлагает никакие другие средства, не средства возможностей отдыха или занятия для людей, тогда, конечно, срываются там, где появляется первый человеческий контакт и где можно высказать свое недовольство. Недовольство я же не к торговле, а к правительству, просто люди уже, так сказать, на пороге такого истощения психологического. Я на прошлой неделе проверил, скажем, службу психологические помощи, но тоже такое странное. Позвонил, спросил, как вам, ну, через 112 набрал, выключили, я спрашиваю, как вам можно позвонить напрямую? Типа, сразу ответ, а зачем вам это надо знать? Вы что, хотите со мной познакомиться? Ну, мне познакомиться не надо со службой. Типа, все воспринимается как-то странно, вместо того, чтобы сказать, там, добрый день. Ну, как в этом, честно, ну, не знаю, есть специальный текст, я не психолог в этом смысле, но это первое. Второе, что государство все-таки могло принять какое-то решение, чтобы облегчить людям жизнь. Ну, например, дать всем доступ к какому-то каналу, к фильму, что можно было бы в свободное время что-то посмотреть и бесплатно. Надо было придумать еще какие-то другие стимулы для движения людей на свежем воздухе. Например, дать ваучере тем же, не знаю, музеям, местам отдыха, которые доступны, где нет кучкования, чтобы люди могли бы посетить это. Это было бы этому культурному учреждению помощь. Ему там дали бы ваучер, пришел человек, вот тебе скидка 10 евро на посвящение, скажем, парка или какого-то другого учреждения. И это и людей вытянуло бы из дому, потому что у тебя есть какой-то бонус. И, с другой стороны, это сняло бы психологическое напряжение. Но надо же понимать, и все же это говорят, и ничего не делается, что один из самых больших, скажем так, ущербов для здоровья от ковида – это вот это закрытое общение и психологическое давление, которое испытывают люди, и стресс, который создается в таких условиях жизни. Но как раз вот стресс вызывает и, может быть, употребление алкогольных напитков, но на самом деле вот этот простой запрет на продажу алкоголя без того, чтобы дать что-то взамен. Ну, то есть, насколько это, наверное, тоже вызывает какое-то раздражение людей, которые даже не могут как-то чуть-чуть уйти, забыться? Да, скажем, мы тоже не понимаем, если алкоголь еще можно было купить удаленно, почему табак нельзя было купить? Есть люди, которые, ну, все-таки немножко зависимы от этого. И, ну, у меня тоже был родственник, который курил, и он не мог без этого обойтись. Не всегда купишь вперед столько, сколько надо. И мы знаем, что за выходные там пачка сигарет выросла в цене до 12 евро на черном рынке. Ну, зачем давать доход, тем более, что табак дает в госбюджет около 600 тысяч евро в день. То есть, мы потеряли за два дня более миллиона евро для бюджета. Ну, это очень такая влиятельная сумма, которую, ну, жалко, что государство так распоряжается с деньгами, которые могло получить, и отдало это черному рынку. И вот это сжатие, конечно, оно вызывает и повышенное употребление алкоголя. Человек в пятницу, там, мне на два дня надо купить, там, возьму не две бутылки пива, возьму коробку. Но когда она лежит дома, это как, мы все знаем, в театре, что если висит там ружье на стене, она выстрелит. Здесь вот так же самое, что людей как-то дали дополнительный стимул, чтобы больше выпить. И еще хуже будет на празднике. Если государство не послушается нашего призыва и оставит закрытой торговли, тогда что получится под Новый год? Что у нас будет 11 дней, из которых только три будут для торговли. Представляете, когда 11 дней предпраздничных закупок зажмут в три дня? Это будет вообще взрыв. И вот такое создание специального взрыва, непонятно, что государство хочет. Хочет довести к коллапсу вообще. Ну, потому что, когда в три дня сожмешь, ну, там будет столпотворение еще хуже, чем если бы вообще без масок выходили в повседневный магазин. Но такие решения необъясненные, непонятные и, конечно, без участия экспертов. Вот позавчера мы услышали, что государство выделило 5 миллионов для создания сценариев, как экономика будет выживать во время ковида. Мы до сих пор, кроме вот этого сценария, который был опубликован 3 ноября, стратегии, уже через три дня был отменен. Мы ничего не видим, не слышим и не понимаем. Предприниматель должен планировать, как себя вести сейчас и что он будет делать в следующем году. Ему надо рассчитать, как он выживет. Это же тоже бизнес, и ему тоже надо зарабатывать. Черный рынок, вот вы упомянули, насколько его доля сейчас увеличивается, ну, по каким-то, я не знаю, вашим просто грубым оценкам. То есть, насколько вот этот дефицит, дефицит алкоголя, дефицит, условно говоря, каких-то позиций товаров может привести к развитию вот именно этой сферы? Ну, я считаю, что табак за выходные где-то выросли, наверное, на процентах 30-40. Ну, алкоголь, я думаю, меньше, потому что, во-первых, есть возможность удаленной покупки, и мы тоже слышали о случаях такого частного бизнеса, что тот, который больше денег купил больше, и потом на выходные перепродавал знакомым или соседям алкоголь, но тоже немножко подзарабатывал, но такой неофициальный бизнес, нельзя сказать, что это, ну, конечно, это нелегальная торговля, но это и нелегальная в таком смысле, как мы понимаем, что определенная группа людей занимается конкретно продажей нелегального товара. Удаленная торговля, вот она сейчас переживает какой-то взлет? Есть ли какие-то вот данные о том, что люди стали чаще совершать покупки онлайн? Да, конечно, торговля выросла на 100% за эти выходные, и многие удаленные торговцы даже ставили рекорды продаж за эти дни. Но, как я уже сказал, что здесь главная проблема в том, что малым предприятиям не хватает финансовых ресурсов, чтобы развить магазины. И эта удаленная торговля, она сегодня у нас такая частичная для малых магазинов, такая кустарная. Там, позвонил или написал, но нету нормальных электронных магазинов, и государство нам пока отказывает в помощи дегитализации торговли. Ну, и исходя из этого, мы понимаем, что на сегодня курс государства на то, чтобы маленькие умирали и выживали только международные большие концерны. И вчера мы тоже обсуждали в телевидении, что будет с инвестицией. Мы увидим, что инвестиции уменьшились. И вопрос, как будет в 2021 году. Например, мы знаем тот же вопрос депозита, о котором мы говорили. Это 40 миллионов евро каждый год, которые надо инвестировать. И здесь вопрос, отдадим ли мы эти деньги норвежцам, или, наконец, дадим развиться местным предприятиям, которые тоже претендуют на создание системы сбора мусор, упаковки. Тем более, что эта система, которая предлагает местные, намного перспективнее. Она позволит собирать потом и бутылки молока, и другого вида упаковку, в которой не заинтересована группа международных производителей алкогольных напитков, которые хотят везти сюда норвежские автоматы. Есть ли возможность, например, объединившись мелким предпринимателям, торговцам, создать какой-то большой магазин, я имею в виду электронный магазин для торговли онлайн, где были бы представлены, например, товары, производимые разными компаниями, разными фирмами? То есть это могло бы решить как-то проблему? Да, такая платформа была бы возможна для малых производителей непромышленных товаров, которые не конкурируют между собой, или где, скажем, эта конкуренция не такая выраженная, то есть каждый производит что-то свое. Такую платформу надо создать, и мы тоже с этим обращались в правительство. Но для остальных сетей, продовольственных, они тоже все-таки конкурируют между собой, но и не могут конкуренты, скажем, условно, как Рим и Максима, сделать общую платформу для продаж. Но это все равно конкуренты, и это невозможно. Но государственная поддержка помогла бы этим сетям, нашим местным сетям, удержаться на рынке и конкурировать, потому что все больше и больше люди уходят в удаленную торговлю. У нас, конечно, есть и там сети, и ТОП, и Айба, и ЛАЦ, имеют какие-то отдельные точки вне Риги, где можно купить удаленно, но их достаточно довольно мало. Там Смилтон, Руина, Балтон, Уоллайн, ну там, наверное, около 10 городов, где можно купить. И, конечно, риск без государственной поддержки создать свою площадку очень высок, потому что, если, условно, Барбора войдет в тот город, где твой электронный магазин, твои вложения не окупятся, и ты просто обанкротишься. Поэтому, если государство поможет создать магазин, тогда уже мы можем конкурировать и с международными сетями. Спасибо. Пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Я, Верик, у вас вопрос такой. Вот, скажите, у меня было микропредприятие, сейчас по новым законам. Значит, я увольняю пять человек, и остаемся без этого с бюджетом. Если раньше я мог есть 40 тысяч, и заплатить 6 тысяч государству налоги, и людям дать доплату, то сейчас получается, что я ничего не могу сделать, и людей я увольняю. Вот с вами кто-то консультировался из правительства, из Министерства финансов. Что вы скажете на эту проблему? Да, мы настаивали и настаиваем на то, что должны быть снижены налоги на рабочую силу. К сожалению, правительство пошло тем путем, что надо больше налогов, скажем, последнее объявление Министерства финансов об снижении условно налогов. Вот такой, мне кажется, чистый фейк, ну, нюс от государства. Как написали, что минимальная зарплата повышается с 430 до 500. Это сколько? На 70 евро. А необлагаемый налог повышается с 12 тысяч до 18 тысяч в год. Типа, о, там 6 тысяч, но реально, что получилось? Что минимальная выросла на 70 евро, а необлагаемая только на 50. То есть еще больше бремя налогов на эти маленькие зарплаты. Ну, такое нежелание или там желание получать как можно больше денег для бюджета, не считая с долговременностью предпринимателей, это характерно, к сожалению, этому времени. И мы уже на сегодня знаем, что один частный предприниматель должен, каждый работающий в частном бизнесе, должен содержать одного пенсионера, плюс еще госбюджет. И, к сожалению, эта пропорция ухудшается. И повышение налогов не ограничено, конечно, приведет к какому-то коллапсу. Притом мы в такой ситуации, что, ну, нам некуда деваться. Или надо уезжать из этой страны, или надо терпеть то, что происходит сейчас. Но вот это действительно напоминает ситуацию с притчей о человеке, который не кормил лошадь. И, ну, когда она умерла, говорил, ну, вот почти уже научилась не есть, а что ж с ней случилось. Потому что вот до каких действительно пределов может увеличиваться налогообложение, ну, вот пока это не приведет к какому-то действительно коллапсу. Потому что мы понимаем, что уезжают, меньше поступает налогов в казну, повышаются и вводятся дополнительные налоги, или они повышаются. И это приводит к новому оттоку. И, к сожалению, мы видим, что государство не ограничивает непроизводственные расходы в стране. Мы там боремся за более низкие налоги на зарплату, а государство повышает себе зарплату и чиновникам. Вот в прошлом, в этом году, в третьем квартале, самый высокий рост был для чиновников. Хотя, скажем, отдача от них, но мы не видим, что она увеличилась бы, и что, скажем, удаленно работать намного сложнее, чем у себя в офисе. И мы не видим тоже сокращения аппарата управления, или там уменьшения бюрократических препонов. Но даже наоборот. И, например, мы обращались, чтобы были бы изменены несправедливые правила по компенсациям. Например, сейчас последнее, что оборот сравнивается с августом, с сентябрем и октябрем. Мы указали, что общепит, который работает в школах, у него в августе был оборот ноль. Конечно, сравнить ноль с нолем сегодня у тебя не будет спада. Но надо же тогда изменить правила и сказать, чтобы для тех учреждений, которые работают там, хотя бы очень общепита, которые работают в учебных учреждениях, где не было оборотов, мы сравниваем с сентябрем-октябрем, а не пусть добавляем на любой период, чтобы как можно меньше поддержать, открыто поддержать общественное питание. Ну, такое нехорошая ситуация. То же самое у нас с другими примерами, когда в прошлом весной очень многие предприятия, они смогли получить пособие, потому что они развивались, и закрыв одну точку общепита, общий оборот не упал ниже нормы. И им сейчас надо вывернуть пособие, потому что государство не хочет изменить методику определения пособия. Это, конечно, несправедливо. И вот такой случай, как и только что звонящий сказал, что государство не рассматривает те сигналы, где мы говорим, что при общей схеме, что мы что-то режем, вот это надо резать по-другому. И просто, ну, как отрезали, так отрезали. Дальше ваша проблема, выживете ли в этой схеме или нет. Ну, вот как раз звонок нашего слушателя обозначил, мне кажется, очень тоже ясную проблему. С одной стороны, ведь можно помочь предприятию сохранить работников, и чтобы оно продолжало функционировать. Или это предприятие банкротится, и государство получает, вот в данном случае, пять безработных, которым нужно платить пособие по безработице, нужно их каким-то образом перепрофилировать, трудоустраивать. А каждый вот этот человек, это еще, может быть, и семья, это еще и дети, это еще и, ну, пожилые родители и так далее. Да, на сегодня не хватает такой долгосрочной перспективы. Мы живем как будто, государство живет как будто одним днем. Мы увеличиваем долг вот за уже сегодня 13 миллиардов, то есть каждый из нас уже в долгу там 1300 евро для будущего, да. И с другой стороны, мы не чувствуем, что вот эта помощь реально помогает конкретному предпринимателю. Эти деньги уходят, и мы не видим эффективности. Хотелось бы, чтобы было бы четко разъяснено, и чтобы каждый предприниматель понял, имеет ли он перспективу работать. И если, как я уже вначале сказал, если имеет, тогда должно быть понятно, как он выживет, какая будет государственная поддержка. Если не имеет, тогда государство должно ему помочь закрыть предприятие без долговой ямы. Ну вот мы видим, что сейчас очень многие люди, даже те, кто еще сохранил работу, они тоже находятся в таком стрессовом состоянии, поскольку не понимают перспектив, выживет их, вот скажем, бизнес, ну даже не только бизнес, но и просто их предприятие или нет. Вот это отражается в том, что люди, может быть, стали более экономными, меньше стали тратить. Вот прошла Черная Пятница, сейчас будут рождественские новогодние дни. Вроде бы, казалось бы, это такие вот большие события, которые всегда традиционно были моментами, когда люди вот шли в магазин и делали большие крупные покупки. Вот сейчас вот меньше стали, больше покупать. Да, конечно, эта неопределенность снизила желание людей тратить деньги, и люди думают про запас, потому что непонятно, что будет. И мы видим тоже, что нету таких решительных шагов, чтобы обеспечить перспективу. Вчера мы тоже с одним из руководителей партии обсуждали о том, что у нас очень мало, вроде деньги есть, но очень мало возможностей переобучения. Даже я хочу там пойти и учиться, я готов хоть завтра, но нету поддержки на обучение, то, что называется, всю жизнь. Вчера был пример, что в соседних скандинавских странах до 30% людей в течение года проходит какой-то курс обучения. У нас, скажем, последняя программа, которая руководит ЛИА, там предусмотрено обучить 900 работников. Но это по сравнению с рабочим рынком, конечно, мелочь. И то же самое, что мы видим с обучением при безработных. Обучаются только те, которые долгое время безработные, и до сих пор не наведен порядок такой, чтобы обучали бы тем профессиям или навыкам, которые необходимы в том регионе, где безработные находятся или где может работать. Обучаются всему, чему не лень. И продолжает эта тенденция, что люди уезжают все еще в Германию и в другие страны Европы на заработки. Меняются ли, скажем, топовые товары, что больше раскупают люди в период как раз-таки ужесточения, может быть, мер по безопасности. Потому что где-то проходила информация о том, что продажи больших телевизоров с большим экраном выросли, потому что с закрытием кинотеатров люди стали больше смотреть кино дома. И это нашло отражение в спросе на такого рода товары. Да, конечно, компьютерная техника и похожая, конечно, выросла. У нас нет конкретных цифр, не могу сказать, но в основном те товары, которые необходимы для дома. Поэтому мы указали правительству, что запрещение продавать в субботу те товары, которые необходимы для дигитализации, компьютер, запасные, разные принадлежности для домашних работ, кто-то что-то хочет подремонтировать, подкрасить и так далее, что это неправильно. Так же, как запрет канцелярских товаров. Если ты всю неделю с ребенком работаешь дома, учишь, у тебя нет времени купить что-то в рабочий день. А в субботу, когда ты могла бы выйти, или один из родителей остается, или есть кто присмотрит за ребенком, тогда тебе некуда идти. И списывать все на удаленные продажи тоже нельзя. Во-первых, время доставки не всегда в течение двух-трех часов как можно еду доставить в конкретном месте. Плюс еще надо понять, что это дополнительные расходы. Мы знаем, что доставка 5 евро, но это не всем так. Не у всех есть лишние деньги, чтобы тратить за доставку 5 евро. Если ты можешь пойти бесплатно и даже для здоровья лучше прогуляться до магазина лишний, там пройдешь километр на свежем воздухе, чем платить за то, что тебе привезли надо. Ну вот если уже заканчивая разговор, каким вы видите будущий год? Насколько оптимистично или все-таки пессимистично смотрите вот в это ближайшее будущее? Ну мне хотелось бы, чтобы, во-первых, люди сами были бы более такие оптимистические. Знаете, как говорят, что там пессимист говорит, что хуже не может быть, а оптимист говорит, может, может, не улыбается. И второе, все-таки хотелось бы, чтобы государство больше думало о таком хорошем настрое, чтобы больше оптимизма было. Если мы слушаем государственное радио, оно такое, как я уже его называю, что это депрессивное радио. Включаешься сразу к тебе, вот это плохо, это плохо. Тут такие болезни, тут такие болезни. И нет оптимизма, когда я вот этим слушаюсь. И также государство принимает решения с мотивировкой, чтобы ухудшить и чтобы ограничить, так сказать, лапклай, ну, доброе настроение людей. Мы делаем это, это, это. Ну такое неправильное поведение. Надо все-таки быть оптимистическим, настраивать людей позитивно, что вот это, это мы ограничиваем, потому что здесь такие и такие контакты. Но вы можете сделать то-то, 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 чтобы компенсировать эти ограничения. Ну и предлагать что-то. Ведь есть много культурных заведений. То же самое не особо я понимаю, почему при разделении мест нельзя, скажем так, пойти в кинотеатр. Маски есть, расстояние каждое там второе, ну, когда можно было работать. Не особо я понимаю, где здесь можно заразиться, если люди соблюдают правила ношения масок. Конечно, был период, когда люди непривыкшие были, но вот за последние две недели, как я уже говорил, и как мы замечаем, что в магазинах все носят маски. И то же самое, наверное, и в других местах. Надо просто просчитывать и сбалансировать, ограничивая риски, которые мы видим сегодня в трудовых коллективах и в публичных местах. И отдавать людям все-таки какие-то моменты радости. Потому что два года жить или три года, сколько нам надо будет, без положительных эмоций тоже нельзя. И это скажется на следующих же выборах, когда люди просто накопят гнев, и эти партии будут, потеряя эту возможность руководить страной и развивать ее, если они еще на это готовы. Глава Латвийской ассоциации торговцев Хендрик Данусевич был с нами на прямой связи. Большое спасибо вам и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok